Информационный партнер выпуска сайт Apps4All. Там можете скачать игры из видео, ссылка сверху в описании. Всем привет, с вами Полтим, это 173-й эпизод обзора лучших игр и приложений для iPhone, Apple Touch и iPad. Сегодня у нас есть о чем поговорить и давайте начнем. Итак, ребят, наше первое приложение называется Geozilla. Если вы хотите всегда знать, где находятся члены вашей семьи, либо просто близкие друзья, то это приложение определенно вам поможет. Вы добавляете в эту программу членов своей семьи или друзей с помощью смс-ки, имейла, то есть вы их просто приглашаете в приложение и они отображаются у вас на вашей карте. То есть вы всегда можете знать, где находятся ваши друзья, где они перемещаются и многое прочее. Вы можете делать чекины, делать различные геозоны, также имеется список задач прямиком в данной программе, чтобы вы могли, например, привязать какую-то задачу к определенному месту. Не имеется чат, вы можете отправить сос-оповещение, которое уведомит всех ваших родственников и близких, что вы в опасности. Приложение бесплатное, в App Store это просто мастер. Далее игра под названием Dots & Co. Что вы здесь должны делать, это собирать различные кружочки определенного цвета. То есть сверху вы видите задание, которое у вас имеется на уровень, собрать определенное количество кружков одного цвета. Ну и соответственно, имеется игровое поле, которое с прохождением становится все более сложным. Сейчас-то все легко, эти точки собираются на ура, но как только вы будете проходить игру все дальше и дальше, найти эти точки будет сложнее. В общем, действительно увлекательная штука и бесплатная, называется Dots & Co. Следующая игра называется Fill World, и это чертовски захватывающая игрушка. Во-первых, здесь огромное количество уровней, они разделены на некие комплекты, в которых вы должны искать слова. То есть у вас есть игровое поле, и в этом игровом поле вы должны полностью найти все слова. Их может быть три на первых уровнях, но с прохождением их будет становиться все больше и больше. Разумеется, в игре есть подсказки, то есть если вы где-то застряли, не можете найти слова, игра вам поможет это сделать, и вы сможете двигаться дальше. Игра бесплатная в App Store, и где в нее можно играть очень долго и очень увлекательно. В общем, крутая убивалка времени. Следующая игра называется Sword Play, и скоро Олимпиада в Риу, или она уже идет, я в общем-то немножко не в теме, и вроде как этот вид спорта присутствует в данной Олимпиаде. Именно поэтому игрушка сейчас находится в топе App Store. Да и вообще, очень понятно, почему игра в топе, потому что она выглядит действительно круто, и очень радует управление. То есть большие кнопки решают, на них легко нажимаете, интуитивно понятно, какая кнопка за что отвечает. Ну и в начале, конечно же, вы пройдете быстрое обучение. В целом, все очень просто в данном виде спорта, вы должны дотронуться шпагой до вашего соперника, и тогда вы выигрываете. То есть игра разделена на раунды, и кто набирает больше очков, тот проходит дальше. В общем, играть интересно, и игра действительно крутая. Бесплатная в App Store, называется Sword Play. Следующая игра называется Dunkers, и я опять чуть-чуть не в теме, потому что точно не знаю, как называется эта штука. То есть вы должны забросить мяч в корзину, это, по-моему, называется Dunk, или Slend Dunk, в общем, что-то такое. То есть ваш игрок крутится как ненормальный, и вначале вы должны словить мяч, а потом зафигачить его в корзину. Как только вы это делаете, вы, соответственно, проходите дальше, игра становится сложнее, в общем, все как надо. Далее игра под названием Tom's Zolot. Кстати, в описании вы найдете все полные названия и ссылки на данные игры, ставьте за это ваш палец вверх. Что касается этой игры, то я думаю, многие помнят, была раньше игра Subway Surf, с вот тупо Counter-C, Counter-V. То есть игра очень похожа, единственное, что здесь бегает котя, а не человек, то есть Том. И, соответственно, вы должны пробежать как можно дальше и собрать как можно больше этих самых звездочек, потому что потом вы сможете прокачать вашего кота, докупить новых животных и многое прочее. В общем, игрушка действительно похожа, и из-за этого чуть печально, и даже не хочется в нее играть. Однако она в топах, и поэтому она в этом обзоре. Игра бесплатная и называется Tom's Zolot. Далее игра недели в App Store называется она Super Arc Light, и давно в играх недели не было ничего крутого. Но эта игра не исключение, однако она бесплатная, и, возможно, кому-то она понравится. В чем суть? Вы должны крутиться по вашему белому шарику и убивать все другие предметы, которые к вам будут приближаться, либо двигаться по орбите. То есть вы зажимаете экран, и ваш игрок, так сказать, стреляет и, соответственно, убивает этих различных инопланетных монстров, назовем их так. Разумеется, с прохождением этих штучек-то становится больше, ну и вам становится сложнее играть, потому что они двигаются быстрее, и у вас меньше времени на то, чтобы сориентироваться. Пока что игра бесплатная. Последняя на сегодня игра называется Polyforge, и это одна из немногих игр, которые хочется пройти от начала и до конца. Вообще, суть игры действительно незамысловатая, то есть у вас есть фигура, и вы движетесь как бы вокруг нее. Ваша цель это попасть на каждую ее грань, и таким образом заполнить все каким-то определенным цветом. Если вы попадаете в ту грань, которая уже была отмечена вами, вы проигрываете, и начинаете заново. Но не заново, что в смысле заново, а как бы с самого начала уровня, на котором вы остановились. Игра бесплатная, и нужно ее срочно качать, потому что, ну, возможно, станет платной. На этом, ребят, мы можем закончить. Вот такой вот получился выпуск. Ставьте ваши пальцы вверх, если скачали хоть одну из этих игр или программ. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Не забывайте о яблочках. Пока.